Действительно, сердце праведного человека похоже на воды, и Бог дает милость нам это вычерпать. Не все это понимают, не все к этому правильно относятся. Давайте помолимся. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твою благодать, спасибо Тебе, что Ты учишь нас, как Отец учит детей, Господь. Мы не все понимаем, не все мы можем сделать, и не везде мы можем победить, но Ты проходишь эти битвы вместе с нами. Ты тот, кто обучает наши руки брани. Господь, с Тобой мы восходим на стену, мышцы наши сокрушают медный лук, потому что Ты даешь нам силу. Отец, и мы здесь, потому что мы хотим меняться в своей жизни. Мы хотим исследовать воды нашего сердца и вычерпать все то, что там находится. Мы хотим, Господь, приобретать эту свободу, расти в Твоей свободе. Мы хотим научиться побеждать, Господь, грех и побеждать все то, что сдерживает нас от того, чтобы Ты мог использовать нас. Боже, помоги нам в смирении учиться, видеть Слово Твое, Господи, следовать по Слову Твоему. Боже, быть похожим на Тебе. И дай нам иметь открытый разум, принимать Твое Слово прямо в сердце, Господь, и применять его в своей жизни во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Сегодня я хотел бы поднялиться тем, что я верю, Господь хотел бы коснуться для нашей общины. И ключевым для нас будет сегодня следующий отрывок Писания. Это филиппийцам 1 глава с 8 по 11 стих. Давайте мы посмотрим. Итак, филиппийцам 1, 8, 11. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Ишуа Мессии». Смотрите, как хорошо начинается. «Бог свидетель. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неприткновенны в день Христов, исполненный плодом праведности Ишуа Мессией, в славу и похвалу Божию». Очень короткий, но очень глубокий стих. Правда, друзья? Смотрите, Павел молится о филиппийцах и просит о нескольких вещах. Прежде всего, чтобы любовь в них возрастала в познании Бога и в всяком чувстве. О том, чтобы они были чистые и твердые. О том, чтобы они приносили плоды праведности в славу Божию. Это вот просто пересказ то, о чем он помолился. О чем он помолился. И реально, это молитва о людях, которые развиваются, людях, которые растут. Их плод виден в духе, в душе и в теле. Правда? Он желает этого, чтобы это было видно в жизни верующего человека. Есть еще похожее место. Давайте мы посмотрим на него. Евреям 5 глава, 13-14 стих. Евреям 5, 13-14. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». «Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Смотрите, если мы возьмем два этих местописания, мы увидим то слово, которое повторяется и там, и там. Это слово «чувства». В первом варианте говорится о том, что мы должны как бы не просто их иметь, потому что мы все имеем их. Мы должны в наших чувствах возрастать в любви. Во втором месте говорится о том, что наши чувства, они должны быть к чему-то приучены, а именно к развлечению добра и зла. И вы знаете, само по себе такое явление, как чувство, это немного сложно, потому что оно касается нашей внутренности. Но оказывается, в них тоже что-то должно происходить. Там должна расти любовь, и наши чувства должны понимать, где есть добро, а где есть зло. Но сами по себе чувства у нас проявляются очень разные, согласитесь, правда? Некоторые нас радуют. Что мы радуемся? Когда нам дарят подарки, мы радуемся. Когда мы, например, после холодной зимы где-то заскакиваем домой, берем чашку чая, накрываемся одеялом, особенно если сейчас, включаем какое-то спокойное кино, обнимаем своего кота или собаку, которая трется о вас, вы чувствуете, как это вот, вы чувствуете, как вам хорошо, да? Вот сейчас вы почувствовали, да? Вот я говорю, и у вас что-то появляется в вашем сердце, чувства. С другой стороны, бывают и другие чувства. Вы приходите к зубному врачу, вы приближаетесь к этой двери, вы открываете и чувствуете этот приятный запах медикаментов, слышите, как кто-то там мычит в соседней комнате, и понимаете, что этим кто-то через 10 минут будете вы, проверяете свою пломбу на всякий случай, не совершил ли Господь чудо, убеждаетесь, что не совершил. Чувствуете, да? Они совершенно разные. Чувства, это такая штука, она может нас радовать, а может нас печалить. Она может давать нам подъем, и горы нипочем. Когда человек, он на высоте, вот именно в хороших, что-то переживает, вы проснулись утром, и вы такой просто, вы просто хочется что-то делать. Шесть утра, солнце светит, птицы поют, а вам просто не имется, все блестит везде, семья еще не успела проснуться, ваши чувства на высоте. Вы все сделали. Все радуются и думают, что случилось, не заболел ли этот человек. Итак, чувства, они расрадуют, они нас расстраивают. Некоторых из них мы реально пытаемся избежать. Мы пытаемся не переживать что-то. И мы как-то отгораживаемся от них, потому что это неприятно. Когда мы говорим о жизни верующего человека, мы понимаем, что как верующие люди, мы имеем проблемы с целым рядом чувств. Чувство раздражения, правда? Чувство гнева, чувство злости, чувство зависти, какого-то такого нетерпения внутреннего, какого-то агрессии внутренней или что-то такое. Мы понимаем, что, послушайте, эти чувства, они не могут находиться в нашей жизни. Правда? Мы говорим, это грех. Но, тем не менее, мы их чувствуем. Как верующие люди, мы поступаем следующим образом. Максимум, что мы стараемся сделать, мы стараемся не показать эти чувства. Правда? Ну, это позорно, согласитесь, показывать раздражение. Особенно, если ты какой-то служитель, там еще что-то там, или гнев, например. Вы переживали эти моменты, когда вы что-то где-то в незнакомом, ну, в таком чужом месте, как-то так поступили, там, фыркнули что-то, тынь-тынь, и тут вы понимаете, что на вас смотрит человек, которого вы знаете, который знает вас. И вы думаете, боже мой, неужели это, вот этого стоило, этого позора, да? Стыд приходит, и ты думаешь, ну, как, как вот сделать так, чтобы везде быть готовым? И вы знаете, я заметил, что Бог, он же справедливый, как я говорил в прошлый раз, и это настораживает. Рано или поздно, человек, который не умеет совладать со своими чувственными, вот вообще, вещами, со своими чувствами, внутренним миром, он как бы прорывается наружу. Это вопрос всего лишь времени. Писание говорит о том, в притчах, кажется, не помню точно в какой главе, о том, что скрыть глупость, это все равно, что взять кусочек, ну, как бы налить, вот, духов, представьте, вы налили в руку себе духов, сжали крепко руку, и не видно. Их не видно, но запах идет. Вот так скрыть глупость, Писание говорит, так скрыть сварливость. Если человек, он таков, то это вопрос времени. В другом месте написано о том, что добрые дела, они не могут скрыться, это тоже вопрос времени. Собственно говоря, как и злые. И чувства, которые не контролируются нами, они вскрывают то, что происходит в нашем сердце. Они показывают нашу внутренность. И верующие люди, это очень и очень даже люди. Когда мы, когда с нами поступили несправедливо, когда мы голодные, когда мы уставшие, когда что-то сделали не так, как мы хотели, ожидали, нас накрывает. И дай Бог, чтобы никого знакомого не было вокруг. Правда? Желательно, чтобы вообще никого не было, чтобы просто успокоиться. Я по-разному пытался решить эти вопросы. Я не хочу сказать, что я их решил. Но тем не менее, я помню, что еще с подросткового возраста, видя, как люди вспыхивают вот такими вот, какими-то фуриями, такими эмоциями, я видел то, к чему это приводит, и решил для себя. Мне было лет 17-18. Я решил, нельзя верующему человеку переживать чувства вообще. Я начал закрывать внутри себя от всяких чувств. Вы понимаете, для того, чтобы как бы пытаться их контролировать, тут же ж надо как бы везде стоять на страже. Понимаете, да? А как это легче сделать, быть сугубо нордическим таким лицом? То есть, радость, окей, радость. Я очень рад, да. Глубоко внутри себя. Я радуюсь глубоко. Знаете, есть еще такие как бы динаминации, я был как раз в такой динаминации, где очень сильно располагало радоваться внутри, потому что радоваться внаружи, оно как бы не располагало, не поощрялось. Вот. И я помню, что однажды мой один знакомый, друг, он пришел с мира, совершенно пришел с мира, и я был как бы таким наставником для него, и он мне говорит, слушай, тебе 18 лет, но ты выглядишь на 70. Ты ведешь себя, как будто ты прожил жизнь, прошел 30 войн, там, воспитал 10 детей, и все они умерли, и ты, да, он такой вот был прямой и честный человек. Говорит, почему бы тебе не радоваться этой жизни? Ну, реально. Просто. Почему бы тебе не отпустить вот эту, ну, почему бы тебе не быть более чувствительным? Я вам хочу сказать, что, ну, как бы что-то я понял, а что-то я не понял. Я помню, что в церкви, в которой я ходил, там был один брат, он тоже никогда не улыбался. Вообще сам, он был очень серьезным духовным человеком. И я как-то помню, когда вот уже немножко попустился после разговора со своим другом, и так расслабился немножко, я говорю, шо ж ты, там, не помню уже, как его звали, предположим, Игорь, да, шо ж ты, Игорь, такой вот серьезный, праведный человек, и начал ему приводить места писания из псалмов, что он должен радоваться, переживать какие-то чувства, а он мне говорит, а в Библии написано, глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. и я вам скажу, это печальное зрелище, человек пытается отрицать всякие чувства, то есть еще раз, мы говорим с вами, как взрослые люди, да, чувства бывают приятные, бывают неприятные, те, которых мы стараемся достигать, например, чувства удовольствия, удовлетворения внутреннего мира, покоя, мы стремимся пережить эти чувства, правда? Но есть те, от которых мы убегаем, он же старался огородиться от всего происходящего. И поверьте мне, отрицание, оно не решает внутренний вопрос, потому что все равно кто-то тебе нравится, все равно кто-то тебя раздражает, все равно ты гневаешься на кого-то, суть-то не решена, вопрос не решен, потому что по-прежнему есть проблема. Я понялся годами, что есть люди, которые легче контролируют свой внутренний мир, а есть те, которым это сложно. Я не говорю, чтобы это была такая формула, например, интроверты, они более спокойны, они более сдержаны сами по себе, правда? Экстраверты, они более чувственные, они легко могут повестись на чувства, но это не приговор, потому что и те, и те что-то переживают, и те, и те способны завидовать, гневаться, гордиться или что-то, что будоражит их. Чувства есть. Бог нас так создал, друзья, и они вложены в нас как базовый набор зачем-то, да? Но нам надо понять, как с этим жить, потому что на самом деле многие люди страдают от этого. Многие люди страдают, верующие, от неправильных взаимодействий с чувственным миром. Если разобраться, вот так реально, друзья, сами по себе чувства, это всего лишь симптомы. Посмотрите на это таким образом. Симптомы вашего внутреннего мира. они показывают то, что находится внутри сердца. Задумайтесь, если посмотреть на это таким образом, все становится на свои места. Правда? Смотрите, вы, допустим, было у вас такое переживание, когда вы были маленькими, и ваши родители, они тихонько утром ходили к вашу комнату и гладили вас по спине. Вы еще спите, а вас гладят по спине, и вам так классно. И думается, какая школа? Горела бы она, остался бы я сейчас, потому что так приятно. Такое вот хорошее внутреннее переживание. Мы, ну, мы наслаждаемся от этого момента. Правда? Оно наполнено вот какими-то такими, ну, теплотой, чем-то приятным. И то же самое, когда вот я говорил, мы к зубному идем. Что я хочу сказать? Прикосновение кожи вызывает определенную реакцию, да? Прикосновение к нашему внутреннему человеку, оно тоже вызывает реакцию. Нервные окончания, на которые действует вот как рука, да, мамы, которая гладит нам спину, оно вызывает в нас определенную реакцию. То есть нервы, они созданы для того же Господом, показать какую-то проблему. Если у нас болит зуб, значит, там есть проблема. Если меня погладили, мне приятно, значит, есть источник, который приносит мне что-то приятное в мою жизнь. Если человек переживает гнев, то значит, что-то происходит внутри его сердца, а выражается это криком, выражается это какими-то такими вот, но оно изнутри приходит. Понимаете, оно показывает то, что есть в середине. Итак, Лука 6 глава 45 стих говорит следующее. Добрый человек из доброго сердца, из доброго сокровища сердца своего, выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего, выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Вот, что мы видим, от избытка нашего сердца говорят уста, то есть, сначала наполняется сердце, потом говорят уста, потом говорят уста, и если человек проявляет гнев, то сердце уже наполнено, и уста начинают говорить. Если человек говорит что-то, знаете, такое приятное, какое-то благословение, значит, сердце наполнилось благодарностью. было такое у вас, когда вам сделали что-то хорошее, и вы так благодарны этому человеку, оно вас просто распирает, вы помните себя в детстве, когда вам дарили что-то, что вы хотели, годами, и вот оно у вас в руках, и вы просто счастливы, вас просто на куски рвет от счастья, вы готовы что угодно делать, наполнено сердце, поэтому говорят уста. Итак, проблемы возникают тогда, друзья, когда мы выражаем эти чувства таким образом, что страдают люди вокруг нас, правда? И что греха таить? Верующие часто так поступают. Да, мы здесь, допустим, разговариваем с вами относительно правильно, относительно вежливо и хорошо, но когда мы в наших семьях, когда мы в наших домах, когда нас никто, кроме близких, не слышит, мы понимаем, что, увы, что-то не то, нужно что-то поменять, где-то мы упускаем важный момент, потому что уста наши говорят не совсем то, что нужно. И Ефесянам 4 глава 26 стих говорит, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Итак, смотрите, здесь интересное слово, правда? Потому что с одной стороны Писание говорит, гневаясь, то есть иными словами, если ты гневаешься, не говорится то, что не гневайтесь, правда? Не написано, что как бы запрещено. В других местах написано, что гнев человека, он не творит правды Божьей. Но здесь написано, когда вы гневаетесь, вы не согрешаете. То есть иными словами, вы можете переживать определенное состояние, определенные чувства, определенные эмоции, но пускай это не приводит вас к греху. Пускай солнце не зайдет, в гневе вашем. Иными словами, он может быть, но ведите так себя, чтобы не грешить. Не позволяйте этой ситуации внутри поселиться вашего сердца. Не позволяйте этому гневу оставаться там дольше какого-то периода. Решите то, что происходит. То есть иными словами, произошла вспышка, что-то вас раздразило, что-то вот как бы оно появилось в вашей жизни, но не позволяйте этому остаться навсегда. Итак, Экклезиаст в 7 главе 9 стихе очень интересно говорит об этом. Смотрите, Экклезиаст 7,9 «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев что делает? Он вьет гнездо. Вот представьте себе, гнев как некий зверек, который вашим сердцем может сделать гнездо. Он высидит яйца, и там родятся еще какие-то зверьки, которые останутся в вашей жизни, останутся в вашем сердце. Вы понимаете, каким может выглядеть сердце человека, который гневлив всегда, который не разбирается с этим зоопарком внутри себя. Вы представляете, как тяжело другим людям жить с таким человеком, потому что оно все спаривается, вот это вот кубло кишит, понимаете, образно. Экклезиаст использует всегда образы, но тем не менее. Гнев гнездится в сердце глупых. Может вырасти и в какой-то момент уничтожить нас. И вы видели, как гнев уничтожает людей, да? Видели? Я видел вот такие ролики, когда там, знаете, едет человек на нашем интернете, человек едет один, подрезает всех, и там вдруг, вот там ему говорят остановись, и он не останавливается, просто в гневе, в какой-то фурии, он там всех посылает давить на газ и разбивается насмерть. Видели такие варианты, да? Слышали, может быть, о таких историях? Когда человека кроет и все, и просто запелена перед ним, и он убивается. Грех, гнев, он вырос настолько сильным, что человек не контролировал какие-то вещи. Он потом может говорить, я не знаю, что со мной случилось. Конечно, не знаешь, но ты выкормил вот эту гадюку в своей жизни. Она выросла, и ты не смог ею управлять. Итак, друзья, нужно смотреть на причину, нужно смотреть в середину, что там в сердце человека. Чувства, как мы говорили, в общем-то нельзя игнорировать или приказать им исчезнуть. Это затея, которая не сработает. Они должны быть. Чувства должны быть. И гнев он тоже показывает на определенные вещи. Это неприятное чувство, но оно показывает, что в вашем сердце что-то не то. Улавливаете, да? То есть гнев он показывает, там вот есть проблема, что-то начинает гнездиться там в середине, разберись с этим, пока оно не выросло. Зависть показывает проблему, что-то там не то, разберись с этим, пока не выросло. И поэтому реально нам надо заглядывать внутрь своего сердца, за физическое тело, в мир нашей души. Это как операция. Представьте, что внутри человека где-то есть нарыв какой-то, но он приходит к врачу, посмотрел, дырочка маленькая, сочится, вытер хорошо эту дырочку, приклеил красивый пластырь. Не не так решить вопрос. Вы понимаете, да? Тем, что мы приходим в наше общество, тем, что мы с кем-то можем поговорить, но зная, что по жизни мы имеем реально проблему, мы не решаем свои вопросы. Мы не решаем, потому что оно разъедает изнутри. И оно в один какой-то день прорвется, и его уже просто так не заштопаешь, и все будут знать, чем ты болеешь, и все будут знать, что происходит в твоей жизни. Итак, чувства нельзя игнорировать, с ними надо разбираться, а точнее, разбираться с источниками, с теми проблемами, которые вызывают эти чувства. Вы знаете, когда мы смотрим на жизнь Ишуа, мы видим, что он, так же, как и апостолы, в общем-то, были люди, подобные нам. Мы можем читать у Ишуа, который плачет, у Ишуа, который расстраивается, который скорбит, который гневается, который переживает чувства, то есть его жизнь, она не была просто такой зомби ходил, суперчеловек, он переживал нечто, он плакал с плачущими, радовался с радующимися, он умел контролировать это. Мы видим апостолов, того же Петра, например, очень импульсивный человек, правда? И вот там кто-то их обидел, и они говорят, а давайте сейчас помолимся и сведем огонь с неба. Ишуа говорит, подождите, что вы вообще творите, какой огонь с неба? Вы какого вообще духа? Ну как Илья сделал? Нет, послушайте, вы должны по-другому реагировать. То, что у вас есть сила, то, что у вас есть власть, это не значит, что ты можешь ею кидаться во все стороны, вырасти и начни реагировать зрело. И вы знаете, когда я это понимаю, я понимаю, что у нас есть надежда, как у верующих людей, разобраться с этой сложной машиной, с этим сложным механизмом, который просто иногда владеет нами. И как, в общем-то, мы показываем свои чувства, как мы о них сообщаем? Чаще всего мы о них говорим, правда? Я злюсь, я говорю какие-то вещи, которые показывают, что происходит. Ну то есть разговор – это наиболее частый метод перенесения наших чувств, правда? И еще внешний вид может показывать, еще может быть наше фырканье какое-то или что-то подобное. Иногда это получается хорошо, безболезненно для себя и для других людей, но часто это получается так, что другие страдают. Мы не замечаем, но у нас есть привычки, через которые мы наиболее часто выражаем себя, наши чувства. Это наподобие того, представьте, вот те, кто имеют гараж, каждый мужчина, по идее, должен иметь гараж, даже если не физический, то где-то там куточек с инструментами, да? И у вас могут быть разные инструменты в этом гаражике. Есть хорошие молотки, есть хорошие плоскогубцы, но есть любимые плоскогубцы, есть любимый молоток. То есть, иными словами, когда что-то случается в вашей жизни, первое, за что вы хватаетесь, за свой любимый молоток, да? Ну, или плоскогубцы, или ножичек, вот он мне вот такой вот удобный. Вот я именно, у хозяйки есть на кухне тоже свои любимые ножички, любимые тарелочки, любимая, ну, сковородочка моя только, да? На ней можно делать только это, а вот то нельзя. Есть любимые инструменты. Также и в нашем выражении нашего чувственного мира. Когда что-то происходит внутри нас, мы хватаем первое, то, к чему мы привыкли. Помните такую историю? Такой анекдот, в общем-то. В одном детском садике воспитатели заметили, что дети начинают ругаться матом. И странно, потому что все вроде бы, как бы, ну, вроде хорошо разговаривают учителя, нам не обижают детей, начали разбираться. Оказалось, что на прошлой неделе пропал свет в садике и присылали из соседней воинской части трех солдат, которые ремонтировали проводку. Вызвали этих солдат и начали расспрашивать, ругались ли вы матом при детях? Они говорят, нет, не ругались. А что вы делали? Мы проводили проводку. Как вы проводили проводку? Ну, и один солдат говорит, такой молодой солдат, знаете, значит, в общем-то, и говорит, ну, я вылез на лестницу, зачистил провода под потолком, взял паяльник и начал паять. Сержант Петров держал лестницу. И тут он мне говорит, как старший товарищ, что ж вы, младший, младший товарищ, не видите ли, что тут вашему старшему товарищу раскаленное олово капает на голову? А я говорю ему, спасибо большое, простите меня, пожалуйста. Понимаете, да? Это был сурдоперевод. Тем не менее, некоторые люди так привыкают к такому стилю разговора, что по-другому они не могут выразить. Вы знаете, в одном из городов, когда-то я читал, не помню точно, когда наступило пробуждение, это был шахтерский городок, и там вагонетки возили на осликах, которые были впряжены в эти вагонетки. Все шахтеры покаялись. А поскольку ослы как бы понимали только мат, то весь как бы промысл остановился, потому что все команды отдавались матом. реальная история. То есть они как бы говорят им вперед, а ослику это ничего не говорит. Вот что происходит, когда люди начинают контролировать свой внутренний мир. Когда вот то кубло, то гадины, оно перестает жить в ихнем сердце. Производство останавливается. Если говорить реально, друзья, я думаю, что наши жизни, они во многом бы изменились. Правда? И, возможно, наши дети не понимали бы, что мы им говорим иногда. Потому что они привыкли слышать, что мы говорим это в раздражении, крики, в грубости, в каком-то непонятном таком состоянии. Возможно, люди вокруг нас, с которыми мы работаем, которые, ну, как бы так, понимают, что мы какие-то там верующие, но не будем говорить об этом громко, да, они тоже перестали бы нас понимать. Нам надо разобраться с этим внутренним состоянием. Нам надо понимать, что там происходит. Нам надо реально, как бы, обратить свое внимание. Мы очень далеко не всегда правильно поступаем, да. В детстве, когда мы переживаем какие-то чувства, вы помните, когда вы ходили в школу, а мальчики ухаживали за девочками и переживали какие-то чувства к ним. Что они делали? Били портфелем по голове. За косички. Ну, у кого были косички, тех за косички дергали. А мы били людей по голове портфелями. В классе так втором, первом. Это нормально было, правда? Когда ты становишься подростком, ты тоже начинаешь выражать какие-то чувства. Ну, это очень сложно. Если вы смотрели такой мультфильм «Головоломка», может быть, да, кто-то из вас смотрел, я рекомендую. Это мультфильм о чувствах. Вообще, как они живут. И там есть такой момент, когда девочка встречается с мальчиком. Помните, да? И там она просто подходит к этому, два подростка там по 12 лет, она подходит и говорит «Здравствуй». А он такой стоит замерзший, просто в его глазах какой-то туман. И показывает, что у него в середине в голове происходит. И там все бегают, как во время пожара, типа сирена такая кружится, там типа «Сос, внимание, девушка!» И такой страх просто. Все просто валяются в ужасе. Она просто поздоровала с ним. Но не знает, как на это все реагировать. Так оно очень жизненно, очень похоже, как на самом деле. Когда мы с вами взрослеем, мы становимся более зрелыми. Мы более сдержаны в наших чувствах. А почему? А потому что мы понимаем, что есть последствия. Что оказывается, неправильно направленные чувства, неправильно выраженные, они могут невероятно сильно покалечить человека. Они могут невероятно сильно покалечить тебя. Ты можешь вот так вот фыркнуть и сразу получить себе в пятак. Просто в неправильном месте где-нибудь фыркнул. И поэтому ты аккуратен. А если перед тобой слабый человек, так ты можешь фыркнуть. Потому что есть жизненный опыт. Правда? А если вот как бы сильный человек, так ты и промолчишь. Поэтому говорят, пускай папа идет в этот джек и там договаривается. Не то, чтобы мама не могла, но просто психологически папа вроде выглядит сильнее. Правда? Поэтому как бы может быть ему не ответят так, как ответят маме. Хотя есть мамы, которым папам нужно поучиться. Правда? Сто процентов, говорит первый ряд. Я не знаю, почему ты так говоришь, Анжела. Да. Итак, друзья, какой принцип? Какой принцип, что мы можем научиться из этого всего? Чувства, задуманные Богом. Разрешите иметь чувства. Это нормально. Это нормально. Но они задумали, как указатели, которые показывают на то, что есть в нашем сердце. Понимая то, что мы чувствуем, мы сможем понимать, что в нашем сердце сейчас происходит. Уловите это. Вот очень простой, но очень важный для нашего духовного роста принцип. Чувства вложены в нас Богом, в каждого человека. Понимая, что они означают, мы можем понимать, что происходит с нашим сердцем, и мы можем правильно отреагировать на это и таким образом сохранить свое сердце пригодным для Бога. не с чувствами надо бороться, а с тем, что находится внутри нашего сердца. Итак, как практически нам это сделать? Как разобрать весь этот завал и все то, что происходит, и все то, что разрушает иногда отношения вокруг нас? Первое, друзья, для начала очень и очень важно понимать, что конкретно я чувствую. Кажется, очень просто, но на самом деле не всегда просто. Потому что одно дело, когда мы говорим о чем-то конкретно неприятном, о таком очевидном, но другое дело, когда речь идет о каких-то смешанных чувствах. Вы переживали это, да? Тебе может одновременно и нравиться, и не нравиться. Если я не ошибаюсь, называется это состояние амбивалентность. Может быть, я ошибаюсь, но есть такой термин даже. То есть, когда человеку что-то нравится и не нравится одновременно. Это, ну, это непонятно. Например, вот представьте, вы пошли в оперный театр впервые в жизни у нас с вашим ребенком. Вы нарядились, красиво себя все, его нарядили, но вдруг, когда вы туда с ним пришли, вы поняли, что ему совершенно не интересен оперный театр. И даже тот мужчина со скрипкой абсолютно его не интересует. И все ваши объяснения, что это мировая звезда, его скрипка стоит миллионы, это такая редкость, билеты стоили, ему, да, вот просто все равно, понимаете, да? И он начинает вести себя совершенно неподобающе. просто, ну, шуметь, падать, и все начинают вам шикать, все начинают на вас смотреть, и вы переживаете странные чувства. Да? Ну, как, с одной стороны, как бы вы не виноваты, правда? Ну, не вы же, а он ведет себя, вы же серьезно настроены слушать скрипача. вам стыдно, вам, у вас злость на него и на них, правда? То есть, как бы, вам неприятно, что происходит, вам, вы чувствуете себя опозоренным, ну, то есть, это не конкретное чувство, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, и важно понять, что на самом деле, ну, что происходит, что вы переживаете. Это очень важный этап, потому что это как выявление болезни. Представьте, что вы приходите к доктору и говорите, что вас беспокоит? Вы говорите, у меня голова болит. И вообще, что-то мне не то. Как-то я себя непонятно, но однозначно плохо чувствую. Вот скажите, какие лекарства он должен вам выписать? Ну, никакие, правда? Потому что выписать вам какое-то серьезное лекарство невозможно, потому что одно помогает, а второе вредит. То есть, надо определиться, что что за причина. Мы переживаем какие-то вот такие моменты, поэтому нужно как бы сесть и реально подумать, что я сейчас чувствую. И выделить хотя бы один, два вот таких основных чувства, которые вас ведут. Следующий этап, друзья, нужно соединить это чувство с тем источником, которое оно вызывает. очень важный момент. Смотрите, почему я так, именно вот так реагирую на эту конкретную ситуацию? Почему меня так сильно беспокоит, что мой ребенок, вот, ну, что мне сделают замечание вот эти люди? Почему я чувствую стыд в этот момент? И здесь интересный момент. Как правило, как правило, можно найти корни в прошлой нашей жизни, в определенном прошлом нашем опыте. Мы когда-то что-то пережили подобное, и сейчас мы снова это переживаем. Может быть, неосознанно, но оно возвращается в нашу жизнь. Была какая-то ситуация, в которой мы были раньше, и здесь вопрос как приятных чувств, так и не очень. Представьте, вот, например, из приятного мы поговорим. Вы идете по улице, такая вся красивая, и проходите через парк, на шаббат вы идете, да, и к вам подбегает девочка такая маленькая, с красивой шапкой, с таким, знаете, вязанкой шариков воздушных. Она подбегает вам, говорит, тетя, это вам, и тетя, вы очень красивая. Да? Что вы почувствуете? Красота, хороший день, день удался, правда, приятно вы почувствуете. И в следующий раз видят подобных девочек, видоподобные шарики, да? Вы можете что-то вспоминать. Вы можете, вы встречаете какого-то милого щенка, милую собаку, вы хотите ее погладить, ваше сердце наполняется чем-то приятным. Почему? Когда-то у вас была собака, или вы хотели собаку, у вас есть уже определенный опыт, и этот опыт, он подталкивает вас иметь определенное переживание о чем-то. Почему? Почему я так реагирую, когда меня перебивают, например? Почему я начинаю кричать в ответ? Почему я чувствую себя пустым местом, когда меня перебивают? Возможно, это было когда-то давно. Когда ты был маленьким, ты пытался что-то выяснить, да? Ты пытался что-то сказать, тебя грубо перебили, поставили на место, как-то накричали, и ты понимаешь, что с той поры перебивание, когда ты хочешь что-то сказать, оно вызывает в тебя определенное чувство. Улавливаете связь, да? То есть, первое, что нужно сделать, понять, что я чувствую. То есть, это как бы ниточка, которая связывает внешнее с внутренним вашего сердца, внутренностью вашего сердца. Второй этап, надо понять, почему она связана? Почему вот это внешнее проявление связано, что соединило вот то, что внутри, с тем, что вырывается внаружи? Что стало вот этим связывающим звеном? Это в каком-то смысле история болезни, история того, что было в вашей жизни. Голова у человека может болеть по разным причинам, правда? Как от перепада давления, как от узких сосудов, как от опухоли в мозге. То есть, она болит, но надо понять, с чем связана эта боль. И недостаточно выпить таблетку, нужно понять, что внутри вызывает эту боль. И следующий важный этап, следующий важный шаг. Мы с вами просто сейчас препарируем вот эту всю схему, и дальше мы разберемся, что с этим еще детальнее делать. Итак, мы выбираем определенную отклик или определенную реакцию. Мы как-то реагируем, правда? И здесь, смотрите, обычно мы именно реагируем, а не выбираем какую-то реакцию. Мы берем то чувство, которым мы наиболее часто пользуемся, мы берем эти любимые плоскогубцы и показываем их. Когда мы говорим об отклике, это значит, я выбираю, как мне отреагировать. Иными словами, смотрите, реакция это автоматический процесс. отклик это процесс выбора, который основан на наших ценностях, на нашем как бы осознанном решении поступить определенным образом. Чувствуете, да? Когда ты приходишь к зубному, естественная реакция не идти туда. Но когда ты понимаешь проблему, то отклик будет правильный пойти и сделать то, что нужно, потому что тебе нужно это сделать. Итак, вы тот человек, вы, никто другой, вы тот человек, который выбирает либо реакцию, либо отклик. Еще раз, вы именно тот человек, не кто-то другой. Говорить о том, что ну как, это вы все виноваты, что я так себя чувствую, и та-та-та, тратата, послушайте, вы решаете, как вы будете реагировать на то, что происходит с вами, не люди. Ребенок в магазине может совать по земле ногами, может вести себя отвратительно, падать на пол, кричать, или в том же, например, театре, мы снова вернемся туда, он может вести себя как угодно, но вы решаете, как вы будете реагировать. Вы можете вывести его за угол и отметелить, просто сразу же дать ремня так, чтобы он на всю жизнь возненавидел вас и театры, и того парня со скрипкой просто на подсознании он будет его ненавидеть, да, либо вы можете включить немножко свой разум и подумать о том, что трехлетнему ребенку это неинтересно, во-первых, во-вторых, он устал, в-третьих, он голодный, и в-четвертых, он еще и не спал, поэтому здесь самый разумный отклик будет просто забрать его и прийти в театр самому, когда представится такой случай. Самый разумный отклик будет быть благословением для ребенка, чем включить реакцию и навсегда оставить у него определенную рану, определенную связь с тем, что происходит в театрах и как это обычно бывает. Он, может быть, забудет конкретно этот случай, но что-то внутри его останется. Итак, вы тот человек, который может благословить либо себя, либо людей вокруг вас. И вы также тот человек, который может принести боль и страдания людям вокруг вас неправильной реакцией на то, что внутри именно вашего сердца. Итак, если мы пропускаем две первые стадии определения чувства и размышления связи с внутренним нашим сердцем, мы не приходим к тому, чтобы откликнуться правильно, мы обязательно будем реагировать. Уловили, да? Я надеюсь, я несложно говорю, и в общем-то, ну, как бы, это практичные очень вещи, это очень практичные вещи. Следующее, что вам нужно сделать, это сделать это. Вот вы поняли, что вот откликнуться спокойно, просто взять ребенка и понять, что это ваша ошибка привезти его сюда на этот концерт в три года. Откликнуться это ваше решение. Встаньте, возьмите и сделайте. Просто извинитесь перед всеми, кто там находится, они не виноваты, что вы поступили глупо. Это ваша вина. Вам не нужно чувствовать стыд, не нужно чувствовать вину или что-то переживать, вам нужно просто правильно отреагировать. Смотрите, сейчас мы разобрали в элементах то, что происходит за секунду. То, что происходит в нашем сердце, в нашей внутренности, в нашем разуме за вот так. То есть, это же происходит быстро, типа, мужчина, куда вы пошли с ребенком в этот театр? А вы что, мы там это все, вот все. Уже достаточно для того, чтобы вечер был испорчен, для того, чтобы ребенок ненавидел театр, для того, чтобы вы ненавидели тоже театр, всех, особенно тех, которые там сидели, особенно в уту, в вечернем платье и того с усами. И вот, короче говоря, вас ненавидит еще тот знаменитый скрипач, который пришел со своей знаменитой дорогой скрипкой. Понимаете, да? То есть, вместо того, чтобы как бы, окей, да, я понял, я выбрал неправильное место в неправильном, как бы, с неправильным человеком пришел сидеть. Ну, это же не, да, это не детский мультик, на который дети с удовольствием ходят. Что вы хотите? Это, ну, это правда. Мы недавно с нашими детьми пытались ходить в музеи, буквально пару дней назад. И мы, знаете, как бы, я думал, что я своего сына заинтересую. Говорю, мы были во Львове, просто несколько дней отдыхались ими, и пойдем в музей военной, короче говоря, амуниции, арсенал. Там, где пушки, ну, это же интересно для пацана, которому 9 лет, правда? Думаю, интересно. Интересно. Ровно 10 секунд. Он сбегал в один конец, сбегал в другой и сказал, пошли уже отсюда, я хочу кушать. Я все увидел. Я вам говорю, мы просто его силой заставляли стоять и объяснять, для чего эти пушки, как работали эти мечи. Ну, я реально был в шоке, потому что я думал, что как раз для него это тяга, понимаете? Не угадали. Не угадали, потому что дочка, которой 13 лет, она стояла рядом и расспрашивала, ей было уже интересно, понимаете? На все есть свое время. И с моей стороны сердиться на него, это совершенно глупость, потому что это моя вина, понимаете? Потом мы говорили, а теперь давай мы пойдем в музей, где представлена какая-то там, например, мебель 19 века. Вы чувствуете, как безнадежно это звучит в 9 лет? Какая мебель! Он, бедолага, просто мечтал вернуться к телевизору. Я его понимаю, почему. Ну, улавливайте, да? Весь мой гнев, все мое раздражение, желание просто где-то ему, знаете, каких-то щелбанов надавать тихонько где-то, чтобы никто не видел. Все это моя проблема. На самом деле, он не виноват, потому что я неправильно отреагировал. Итак, мы говорим о процессе. Он возникает очень быстро. Но что я понял? Если мы берем какую-то конкретную ситуацию, даже пускай после того, как она произошла, и уделяем хотя бы немножко времени для того, чтобы вот разложить ее по этим стадиям, мы можем исправить до захода солнца то, что мы натворили. И тогда этот гнев не будет гнездиться в нашем сердце. Услышьте это, друзья. То есть, иными словами, предположим, я взял, накричал на него, я даже взял, его обидел, например, в этом музее, в этом театре, неважно. Но я отошел в сторонку, сел и задал себе три простых вопроса. Что я чувствую? Я чувствую раздражение, я чувствую гнев, я чувствую, что он не уважает меня, потому что я потратил деньги за то, чтобы сюда войти. Я спросил своего, почему? Почему? Я поразмышлял, почему, собственно говоря, ему должно это нравиться? Я понял, что это моя проблема, что я чувствую себя уязвленный, как отец, потому что я хочу проявлять любовь, а он мне не дает. Но я делаю это на своих условиях, а не его языком. Я делаю это так, как я бы принял это от взрослого человека для себя, взрослого человека. Понимаете? Когда кто-то бы повел меня в музей, я бы был благодарен ему, потому что мне интересно это так же, как и ему. Понимаете, да? Я имел неправильные ожидания. И я понимаю, что вот он грех в моем сердце, он вгнездился. Что я могу сделать следующее? Я могу выбрать правильный отклик. Я могу прийти и сказать, слушай, прости меня. Я понимаю, прости меня, что я заставил тебя пойти в этот музей. Придет момент, когда тебе будет интересно, и мы сходим с тобой. А может быть, ему никогда не будет интересны музеи. И что это беда? Это не беда. Не все должны любить искусство. Это мое личное мнение. Считайте меня диким человеком. Ну, простите. Не все должны поклоняться искусству. Богу надо поклоняться, и ему одному служить. Итак, нам реально нужен Святой Дух. Нам реально нужна его помощь, потому что Бог сердцеведец. Так, как сегодня говорил Виктор в Торе. Бог знает наше сердце. Он знает вот эти процессы. Он знает, что происходит внутри нас. Нам нужна его помощь. Когда мы начинаем разбирать все чаще и чаще, вот что я чувствую, почему я это чувствую, со временем, поверьте, вы начнете забывать о своих любимых инструментах. И вы будете выбирать то, что соответствует воле Божьей, и то, что соответствует Писанию. Сначала это будет раз в неделю. Потом это будет чаще. А потом любимыми инструментами для вас станет «Прости меня», «Я прошу прощения», «Я извиняюсь». Вы понимаете, да? Мы сможем перейти на другой уровень. В нашей жизни, в наших чувствах начнет появляться любовь. то, о чем мы с вами читали фессалоникийцам. Он говорит, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Любовь начнет возрастать в познании Бога и во всяком чувстве, когда мы будем осознанно откликаться на то, что происходит с нашим сердцем. Разгребать это кубло вот этого всего того, что там нагнездилось годами, десятилетиями неправильного воспитания, неправильного давления, неправильных реакций на нас когда-то, наших родителей, наших учителей, одноклассников и всех-всех тех, кто там оставили кучу вот этой грязи. Я верю, что мы сможем вычерпать из нашего сердца это. Шаг за шагом. Шаг за шагом. Итак, друзья, я нахожу и определяю чувства. Я нахожу связь с теми причинами, с почему я себя так чувствую. Я размышляю об том отклике, который мне необходимо сделать. Я делаю это. Это четыре практических шага, которые каждый из нас может использовать ежедневно в своей жизни. И я абсолютно уверен, что через время вы увидите результат. Ваша семья вокруг вас увидит результат. Ваши дети увидят этот результат. Что вы, вместо того, чтобы фыркать, кричать или что-то делать, выбираете спокойствие. Вы выбираете спокойствие. Выбираете правильную реакцию. Итак, Бог дал нам чувства для того, чтобы показать, что внутри нашего сердца. и подобно этим нервным окончаниям они рассказывают о том, что происходит внутри нас. Мы не можем их игнорировать и не должны их игнорировать, но мы должны разбираться с теми источниками, из которых они возникают. Понимая эти источники, мы просим Господа о том, чтобы Он помог нам выбирать правильный отклик, правильную реакцию на все, что внутри. Нашим чувствам важно возрастать в любви, а не во грехе. Это часть нашего характера, как верующих людей. И если этот рост не происходит, значит, не найден анализ. Друзья, если годами вас просто накрывает одно и то же, значит, вы не размышляли реально о своей жизни, значит, вы не работали с этим. Но это не поздно начать делать. Надо начать делать. Постепенно. И я сегодня хотел бы помолиться за тех людей, которые сражаются в области чувств. Я знаю, что вам непросто. Я такой человек. Я сражаюсь за те вещи, которые происходят в моем сердце. Я нуждаюсь в помощи Духа Святого. Но я хотел бы помолиться также вместе с вами. Я верю в изменяющую силу Божью. Я верю, что постепенно трудясь, постепенно проходя этап за этапом, мы сможем очистить свои сердца, возрастать в любви, возрастать в святости. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги. я попрошу группу прославления помочь нам поиграть вместе с нами. Но я прошу также реально, если вы нуждаетесь в такой молитве, чтобы вы пришли сюда, и мы помолимся вместе с вами. Субтитры